Участников праздника труда из подмосковных городов и районов провезли по городу, рассказали о его достопримечательностях и заслугах. Дубна славится самым большим памятником Ленину, его высота составляет 26 метров. В городе также и самый большой железнодорожный вокзал в Московской области. Гордость Дубны – детская хоровая школа для мальчиков и юношей. Ее особенность в том, что главный музыкальный инструмент школы – орган, единственный в Московской области. Дубнинские детские и юношеские хоры побеждали на многих всероссийских и междугородних конкурсах. О России, тебе это мечта, мы с ним ученые, все страны объединяют, они открывают жизнь твою к нам. Затем гости посетили мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне и памятник воинам-интернационалистам. По окончании экскурсии членов делегации встречали у здания администрации Дубны. В зале администрации города началась торжественная и самая приятная часть праздника – чествование людей труда. Солнечногорцы получили немало наград. Номинацию «Трудовая династия» знаком губернатора Московской области «Благодарю» наградили 8 трудовых династий Подмосковья. Среди них и солнечногорская семья Хренкиных. Их рабочий стаж на солнечногорском телеграфном участке составляет 106 лет. Наши земляки получили также знаки губернатора Московской области за труды и усердие. За труды и усердие и ценным подарком награждается Балашова Галина Викторовна – тестовод 4-го разряда хлебобулочного цеха акционерного общества «Солнечногорский хлеб». Наград было еще немало, но особенно почетным для солнечногорского района стало третье место в конкурсе «Лучшее благоустройство».